Атака Хамас на Израиль 7 октября текущего года стала шоком для всего региона. Спустя две недели, несмотря на попытки вернуться к нормальной жизни, напряжение в воздухе по-прежнему чувствуется. В секторе ГАЗа, на западном берегу реки Ордан, в Израиле, где мы сейчас находимся, ждут начала наземной военной операции. О том, какой она будет, как будет осуществляться взаимодействие со странами региона и стоит ли ожидать внутренних протестов. В Израиле живут более двух миллионов этнических арабов. Мы поговорили с известным журналистом Марианной Беленькой. Расскажите, пожалуйста, как вы встретили день 7 октября текущего года? Я проснулась от гула сирен, при том, что я не сразу даже поняла, что это. Они гудели очень сильно, я такого давно не слышала. И обычно, ну как-то в последнее время, как правило, в Израиле примерно люди знали, когда ждать сирены. То есть ситуация накалялась постепенно. Вот, например, в мае только что тоже была маленькая война с исламским джихадом в Газе. И тогда ждали. То есть вот будут, вот будут сирены. А тут ты внезапно, без всякого предупреждения, были праздники, были планы на этот день, выходной день. И ты просыпаешься от гула сирен, понимаешь, что это все-таки сирена, потому что сначала это в окно, потом... Нет, у меня даже не сработало приложение. Обычно стоит приложение в телефоне, но я как раз перестанавливала телефон до этого, и оно не сработало. Вылетаешь в коридор в доме. У нас в доме, в квартире нет специально защищенной комнаты. Есть только нужно... Там соседи со сарашенными глазами. И потом вот так еще и еще, и начинаешь читать новости, и не веришь своим глазам, и вообще не понимаешь, что произошло. И это вот, конечно, жуткое вот... Ну, вот гула вот этих сирен, наверное, когда ты просыпаешься от них, это вот... Я, наверное, долго буду помнить. Отошел ли Израиль от первого шока, который вот они испытали вот уже две недели, прошло уже больше, чем две недели прошло? Прошел ли первый шок, и как вы считаете, как будет раздаться? Вы знаете, наверное, первый шок, может быть, прошел, но шок не прошел. То есть, знаете, это вот вся страна в посттравме. То есть, наоборот, каждый день узнаются новые подробности, детали того, что произошло. Еще люди не понимают, что с заложниками больше двухсот человек остаются. Это бесконечно... Есть еще несколько, там, около сотни, если не больше, неопознанных тел, пропавших без вести. И люди каждый день боятся открытий, увидеть, что что-то про их родных и близких. Плюс появляются новые и новые детали. А главное, что никто не понимает, что будет дальше, потому что тут при любом развитии событий непонятно. То есть, продолжение войны... Все понимают, что война будет продолжена, но как, в какой форме и когда это закончится, никто не понимает. То есть, эта страна в таком состоянии шока. И плюс, что важно, что люди впервые потеряли... Ну, не впервые, в этом поколении. Впервые, скажем так, те поколения, это мы, перед нами поколением, люди потеряли уверенность во то, что всегда Израиль защитит. В нашей армии сильна израильская. То есть, люди вот так пережили... Разведка на чеку. Сейчас люди потеряли полную уверенность в силах безопасности. То есть, такое было только 50 лет назад, во время войны судного дня. Вот ровно 50 лет как раз, когда это случилось. Но тогда все равно, с огромными потерями, все равно как-то сумели это преодолеть. Хотя тоже был долгий шок и по справам еще надолго. Но сейчас все гораздо сильнее, потому что тогда воевали две... Ну, армия. А сейчас, да, были потери среди гражданского населения, но не такие-то. А сейчас просто враг вторгся на израильскую территорию, угнал гражданское население, убил детей, убил... И такого не было очень-очень давно. И у людей еще в памяти вспыхнуло воспоминание о Холокосте. И это тоже дополнительная травма. Главное, у людей потеряно чувство безопасности внутри страны, которое было, несмотря на теракты, несмотря на войны. Все равно было чувство внутренней безопасности. Но теперь и этого нет, и это очень страшно, и непонятно, как в стране жить дальше. А есть ли понимание, как это чувство, ощущение безопасности, его все-таки восстанавливать? И насколько вот именно потеря этой уверенности в своем правительстве и в своих вооруженных силах является давлением сейчас на руководство страны, на правительство в Гладии Снепаре? Вы знаете, для людей очень важно, например, вот люди на том же юге, те, кто были вынуждены покинуть свои дома, те, кто пережили эту катастрофу, они до сих пор не знают, смогут ли они вернуться домой. И говорят о том, что они не вернутся, пока у них под боком будет существовать угроза в виде Хамаса и в виде газа. И если правительство ничего... И люди, живущие дальше, тоже, в общем-то, считают, что те, кто сделали то, что они сделали, должны быть наказаны и уничтожены. И если правительство ничего не сделает, если это все вот так вот повоевали и разошлись, то есть армия приведена в боевую готовность. Люди в шоке были готовы выйти. Понятно, что нельзя было так действовать наскоком, но вот уже третью неделю армия находится у границ, в состоянии боевой готовности, и ничего не происходит. Это тоже очень вызывает много вопросов у людей. Если армию сейчас вернут домой, и ничего не произойдет, и Хамас останется безнаказанным, для людей это будет еще более шоком. То есть тут дело не в кровожадности, не в желании мести, хотя и эта месть тоже присутствует в определенных, но это дело в чувстве установления собственной безопасности, уверенности в завтрашнем дне. Вот как это восстановление чувства безопасности у Израиля может отразиться в том числе и на соседних странах, в том числе и на западном береге реки Ордан, где проживает огромное количество палестинцев, которые в эти минуты, они испытывают действительно такое же чувство утраченной безопасности. И их, скажем, такое очень негативное отношение к Израилю, к израильским военным, оно возрастает. При этом мы каждый день слышим про обстрелы с воздуха, с авиацией, сектора газа. Понятно, что там идет борьба с Хамасом, но все равно так или иначе страдают гражданские люди. Безусловно, гражданские люди страдают. Если начинается война, в данном случае это спровоцированная война Хамасом, которая подставила в том числе и собственное население, то же самое делает Хизбалла на юге Ливана, подставляет ливанцев под израильские удары. К сожалению, война – это всегда человеческие потери с обеих сторон, и люди расплачиваются за то, что делают их либо власти, либо те или иные силы, которые контролируют ситуацию в регионе. И здесь, к сожалению, не бывает выбора. Войну можно остановить, но вопрос, как остановить войну так, чтобы она больше не повторялась. Если это будет повторяться из раза в раз, то в какой-то момент войны останавливаются либо путем переговоров, либо путем силы, когда одна страна окончательно берет вверх. К переговору здесь очень сложная ситуация, и они много лет ни к чему не приводили, и все время вспыхивал конфликт. Можно бесконечно рассуждать, кто виноват, и отматывать до определенных чисел и дат и прочее, хоть на сто лет назад. Но ситуация такая, какая она есть, и, к сожалению, да, люди расплачиваются за годы недальновидности своих властей и тех сил, которые определяли ситуацию в регионе. Я думаю, нам здесь нужно разделить сектор газа, который контролируется действительно ведикальной группировкой, и все-таки западный берег реки Иордан, где присутствует палестинская администрация, которая вроде готова идти на переговоры. Как на данном этапе есть ли вообще, как вы считаете, вероятность того, что переговоры с палестинцами на западном берегу реки Иордан могут помочь как-то стабилизировать ситуацию? С одной стороны, в Израиле осознались, в общем-то, свою ошибку, что они много лет использовали политику, разделяя власть. И это действительно ответственность Израиля, что палестинская администрация на западном берегу ослабела и, во-первых, потеряла власть в Газе тоже. То, что Израиль не думал о том, что нужно иметь сильную палестинскую администрацию. Это один момент, и здесь, безусловно, в Израиле признают эту ошибку. Другой вопрос. Непонятно сейчас, как иметь дело с палестинской администрацией, которая очень слаба, которая не контролирует ситуацию на западном берегу Иордан тоже. Там тоже достаточно много радикальных группировок. Тот же исламский джихад, тот же Хамас, пусть не так, как в Газе, но все равно исламский джихад очень силен. Плюс есть много новых группировок, они смешаны из разных палестинских фракций, в том числе из боевого крыла того же Фатха, которому принадлежит президент Аббас. Это молодежь, которая тоже не видела ничего хорошего от Израиля за последние годы. Это поколение, которое отчаялось. И там бесконечно нет такого противостояния масштабного, но мы видели операцию в Джанини. Мы видим бесконечные теракты, когда люди приходят из той территории западного берега, а не из Газа, устраивают теракты в Израиле. Зачистки израильские антитеррористические в ответ происходят. Это бесконечно. То есть война все равно идет, безопасность и действительно себя никто не чувствует. Говорить, конечно, нужно. Вопрос непонятно как. И это немножко иллюзия, что можно сейчас вот сказать, давайте остановим войну и сядем за стол переговоров. Нет, это тяжелая работа. Тяжелая работа со всех сторон. Это должны быть поколения, которые научатся доверять друг другу. Были попытки в 90-м году, и все это было взорвано теми силами. И в Израиле уже никто не верит, что это возможно. Потому что те теракты, которые были после мирного процесса, те обстрелы, это... Ну, можно объяснять, что да, политики не выполняли своих обязательств, но приходили все равно взрывы, взрывы, взрывы. И когда ты живешь, ты перестаешь верить. Я не говорю, что тут одна страна прекрасная, другая страна непрекрасная. Есть люди с обеих сторон, которые хотят мира и хотят жить спокойно. Есть люди, которые хотят уничтожить друг друга, там, в той или иной степени не верят друг другу. И много очень вопросов. Тут смешалось все. И битва за землю, и война идеологии, и неприятие другое. И в Израиле очень убеждены. И сейчас вот эта ситуация им еще раз... Это то, что произошло 7 октября, дало подпитку тем радикальным силам в Израиле, что нельзя верить ни в коем случае, никогда. И сейчас общество будет радикализировано еще больше. И говорить будет сложнее. Потому что существует убежденность. Мы уступили тут, они пришли сюда. Мы уступим здесь, они придут. Все. И мы будем бесконечно уставать. Все-таки это Ближний Восток, здесь право сильного. Оно, к сожалению, годами действует. Если учитывать такую радикализацию местного общества, то как тогда можно спокойно сосуществовать? Ведь Израиль это такая страна, где арабские кварталы, еврейские кварталы, они просто буквально переплетены между собой. Мы, когда ехали на это интервью, проезжали мимо арабского квартала. Насколько я знаю, это больше 2 миллионов этнических арабов, которые получили гражданство Израиля. Возможно ли внутренние беспорядки? И как эта ситуация повлияет на жизнь этих арабов внутри Израиля? Ситуация непростая. Потому что 2 года назад мы действительно видели беспорядки, когда в арабском секторе израильские арабы, те, у кого есть гражданство Израиля, были бунты, были попытки погромов. Но были, наоборот, погромы и арабских кварталов со стороны еврейских. То есть тут, опять же, не было прекрасных со всех сторон. Всякое было в разной степени, но было. То есть радикальные силы. И действительно было очень тяжело. Но мне кажется, что... Вернее, я надеюсь, потому что сейчас уже ничего нельзя с точностью говорить. И были такие действительно опасения, что надеяться, что урок того, что произошло 2 года назад, выучен. Но никогда нельзя исключать, что есть силы, которые захотят спровоцировать ситуацию. Надо сказать, что израильские арабы сейчас пережили еще до этой ситуации, очень непростую ситуацию. Там огромный рост преступности в арабском сердце, когда они становились жертвами внутри сектора самих себя, тех сил. И там тоже очень непросто все внутри этой арабской общины. Но она тоже не монотонна. Есть мусульмане, есть христиане, есть друзы, есть люди, которые очень лояльны Израилю. Есть люди, которые просто смирились с тем, что они в Израиле. Но вообще есть люди, они хотят спокойно жить на самом деле. И есть люди, которые хотят жить спокойно в Восточном Иерусалиме, разговаривать друг с другом. И нужно чуть-чуть спокойных лет, чтобы люди научились разговаривать с друг с другом. Когда эти спокойные года прерываются все время тем, что происходит, доверие, естественно, рушится. Здесь оно построено, построено тяжело, но тоже очень хрупкое, к сожалению. Вот говоря про такое доверие, мы вчера находились в Рамале. И там действительно нам сказали о том, что вся эта ситуация возникла не просто так. Действительно напряжение в воздухе какое-то росло. И огромный пласт такого непонимания друг друга в том числе складывается вокруг святых мест. И в том числе вокруг мечети Алякса, которая действительно очень важна для мусульманского мира. И есть ли, так же, как и безусловно, эти святые места важны для еврейского мира и для всех евреев. Есть ли понимание того, как можно отделить все-таки религиозную составляющую от именно каких-то общечеловеческих или, может быть, даже политических течений? Вы знаете, если речь шла о нас с вами, можно бы сказать, молятся люди тут, молятся тут, пусть молятся, неважно, кому это юридически принадлежит. Мы пускаем всех и выпускаете всех, никто ни у кого не убивает. И, в принципе, такая задумка тоже была вокруг Храмовой горы, мечети Алякса, существует статус-кво, правда, который четко никто не видел, но примерно, что там позволяют, да, контролируют Израиль, там позволяют молиться. И это место, где не должно быть никаких лозунгов политических. Их нет, но, к сожалению, с той стороны используют лозунги из палестинских, там можно иногда увидеть флаги Хамаса и прочее, прочее. И да, есть определенные, их меньшинство в Израиле, кто говорит, что Храмова гора должна быть наша, но это действительно очень маргинальная группа, причем в Израиле делают все, чтобы эти люди не имели возможности попадать туда. И перед всеми праздниками пытаются их... Ну, это действительно какие-то маргиналы, которые, знаете, даже с точки зрения иудаизма и всего, которые вновь возродили жертвоприношения на Храмовой горе, но это... Ну, вот, с другой стороны, пользуются этим и раздувают. То есть каждый раз, когда в празднике происходит паломничество, еврейское паломничество на гору, в арабских СМИ об этом говорят, как поселенцы штурмуют Аляксу, хотя там никакого штурма не происходит, там происходит получше. Это подогревает. Но, опять же, можно понять арабов, они прекрасно помнят, что где-то их территория все время отжимаются, отжимаются и отжимаются. Тоже там нельзя сказать, что вот это неспроста. Там есть повод, ты видишь, когда расширяются еврейские поселения, ты видишь, когда арабских домах не могут строить, те, которых... И это все бесконечно накручивается, конечно. Но есть как бы реальность, а есть пропаганда и использование тех или иных фактов той или иной стороной против друг друга. Ну вот, если говорить... Мы затронули немножечко тему Ливана. Если говорить про возможную эскалацию этой ситуации и открытие второго фронта на севере страны, насколько вероятно противостояние с Ливаном, и в частности с Хизбуллой, это радикальная шиитская группировка, которая ставит своей целью практически уничтожение Израиля и говорит об этом абсолютно открыто. Ну, собственно, сейчас возможны любые варианты. То есть, если говорить из логики, об этом говорят и бывшие израильские военные, и действующие, и разведка. Если исходить из логики, Хизбулла не заинтересована в широкомасштабном противостоянии с Израилем, потому что это будет война на уничтожение. Но из логики то же самое исходили про Хамас. Думали, что Хамас не пойдет на то, что он пошел. Поэтому сейчас любые прогнозы, они нерелевантны. Да, из логики... И мы то, что видим, что Хизбулла не обстреливает Тель-Авив, оно достаточно минимизирует. То есть, это обстрелы северных районов. Там случайно, если попадает в граждан... Ну, по постам, по блокпостам, по каким-то военным объектам, то есть, не ставит пока целью наносить удар по гражданским объектам и атаковать центр Израиля. То есть, очень аккуратно такое щупает воду. То есть, есть одна версия, что она просто, во-первых, держит Израиль в тонусе, чтобы немножко... Он не концентрировался на юге, этим так помогает Хамас. А есть версия, что это разведка боя, тоже прощупывание слабых мест Израиля. Ну, а третье, что невыгодно. Но, с другой стороны, в любой момент ты можешь попасть по гражданскому объекту, получить много жертв, Израиль ответит сильнее, и это уже будет необратимо. Поэтому тут сейчас никаких прогнозов. То есть, есть логика, а есть ситуация, которая может выйти из-под контроля, плюс есть действия вне логики. То же самое, как вот с Хамасом. Ну, вот есть версия, что Хамас как раз вот такую, в принципе, нелогичную атаку, зная, что израильские силы, они превышают и по количеству, и по техническому оснащению, совершили с расчетом на то, что в боевые действия вступят Хезболла, и все это будет поддерживаться, в том числе, со стороны Ирана. Насколько такая вероятность? Есть такая версия. Тем более, что сам Иран очень много в последний, особенно год, говорил об объединении сил сопротивления, Хезболы, Хамаса, всех палестинских группировок, плюс всех шиитских, проиранских сил в Раке, в Сирии, по всему миру. И, естественно, в Израиле, в принципе, рассматривали сценарий войны на нескольких фронтах. Правда, боялись, что это начнется с Ливана. Но одно дело рассматривать сценарий, другое дело реальность. То есть опасность, да, и угроза такая есть. Естественно, Хамас на это тоже, может быть, рассчитывал. Но до конца мы не знаем вообще, на что он рассчитывал. Может быть, я не уверена, что он рассчитывал, что ему так легко достанется его то, что он сделал. Потому что сейчас они немножко отматывают назад. Они, мне кажется, сами испугались тех последствий. Может быть, они хотели продемонстрировать какую-то дерзкую вылазку, ушли. А то, что это с таким, конечно, жертв, с таким, конечно, заложить. Там же после прорыва пришел не только Хамас, а пришло много других группировок, просто население из газа, которое тоже занималось грабежом, резней и прочее. Поэтому Хамас, возможно, тоже испугался, что у него из-под контроля выйдет ситуация. Он не может контролировать людей в газе. Одно дело, когда они заперты в клетке, а другое, когда вот это все вырывается. И тогда он уже не может отвечать за последствия и теряет поддержку каких-то внешних сил. Потому что то, что сделал Хамас, шокировало и арабский, и мусульманский мир. И все сказали, что это недопустимо. Да, они говорят о том ответственности Израиля, о вине Израиля, о минимизации жертв в газе, о недопустимости коллективных запасов Хамас. Но это не значит, что они закрывают глаза на то, что это сделал Хамас. Они в шоке, в точно таком же, как западный весь мир. Потому что это вещи, которые недопустимы. Как в таком случае будут развиваться отношения с Турцией? Действительно, Турция после нападения на Израиль со стороны боевиков Хамаса и других группировок хранила молчание какое-то время. Но затем, вот сейчас со стороны Турции уже звучат обвинения в непропорциональном ответе. Насколько это угрожает отношениям Израиля и Турции, которые, казалось бы, только-только начали нормализовываться, только-только назначили посла, и вроде как уже появился свет какой-то в этих отношениях? Безусловно, это угрожает. И чем дольше будет длиться война, чем больше жертв будет в секторе газа, тем негативнее будут отношения Турции по отношению к Израилю, и то, что было достигнуто, будет ухудшаться. Не факт, что это навсегда, это мы уже видели, возвращалось, уходило. Но, в общем-то, Израилю надо понимать, что у него друзей с той стороны нет. Есть партнеры, есть... Да, то, что диалог был налажен, это уже немножко сейчас помогло Израилю, но, тем не менее, несмотря на то, что были слухи, что Турция выгнал с своей территории Хамаса, и Хамас это вчера опровергал, правда, Турция все равно продолжает диалог с Хамасом, они достаточно близки. Но Турция хочет себя видеть в качестве посредника. И это, в принципе, шанс тоже для Израиля. То есть Израилю хорошо, что он может иметь Турцию в качестве еще одной стороны для диалога, хотя тут больше Катар и Египет выступают. Но Турция все равно... Этот канал существует, но чем дольше будет ситуация, тем хуже будет ситуация в Газии, тем негативнее будет отношение Израиля, как с Турцией, так со всеми арабскими странами, с которыми у него произошла нормализация. Насколько присутствие в регионе военнослужащих эсминцев США и такой поддержки, которая осуществляется не только в политическом плане, но и в том числе военность со стороны Соединенных Штатов, может быть дестабилизирующим фактором для региона? К примеру, видно, что ту же самую Турцию, к примеру, очень напрягает присутствие Соединенных Штатов. Ну, пока это скорее стабилизирующий фактор. Это такой сигнал Ирану не влезать. И, в принципе, я пока не вижу, как это может очень дестабилизировать. Единственное, что да, мы видим попытки, уже были, вот Хуситы запускали ракеты в сторону американских эсминцев. То есть это может накалить, естественно, на остановку, что американские корабли станут флотом. И, в принципе, мы то это видим в Ираке и Сирии, когда после какого-то относительного затишья наносятся вот последние дни удары по американским базам Сирии. Это было время от времени, но вот последние дни интенсивность возросла, и это может в какой-то момент повысить градус, потому что если там будет большое количество жертв среди американских граждан, в Америке придется действовать более жестко, и мы не знаем, как это отразить. То есть, с одной стороны, пока это стабилизирующий фактор, но может быть что угодно. Если говорить про действительно самого главного, наверное, соперника Израиля на сегодняшний момент, про Иран, здесь мы понимаем, что Соединенные Штаты, в том числе, присутствуют в регионе, как ответная сила на те действия, те заявления, которые звучат со стороны Ирана. Если вдруг ситуация накалится до точки невозврата, то есть ли понимание, как вести боевые действия с Ираном, и с какими странами тогда Израиль будет объединяться, помимо Соединенных Штатов? Потому что, к примеру, та же самая Турция могла бы стать каким-то посредником, скажем, между Ираном и Израилем. Вы знаете, нет у меня этого ответа по поводу объединения. Ну, США понятно, но, опять же, США тоже вступать в войну будут только скорее при условии, если это будет нести непосредственную угрозу их военным, и они поймут, а так они могут поддерживать, как и поддерживать сейчас Израиль военным образом, не мешать. Но пока США делают все возможное, чтобы не допустить большой войны между Израилем и Ираном. И, в принципе, в Израиле есть люди, которые выступают за то, что нужно, давайте вот Акамаз, Избала все отложим, нанесем удары по Ирану, отрубим голову Гидре, и тогда все остальное успокоится. Но, насколько известно, такие планы в теории обсуждаются, имеются, но и США очень просят Израиль этого не делать, чтобы не превращать войну в мировую. Но, опять же, для мировой войны нужны союзы. Израиль, в принципе, по большому счету, всегда полагается только на себя. Ну, помощь Запада военная, конечно, сейчас есть. Она поступила быстро. Это не период войны и судного дня, когда все создавалось с нуля. Не предыдущих войн, когда Израиль умолялась. Сейчас все очень быстро стали на сторону Израиля. Но тоже, как мы видим по другим войнам, помощь не безгранична и не бесконечна. Давайте все-таки рассмотрим позитивный сценарий. Если все-таки, скажем, человечность возобладает, как будут складываться отношения в регионе, если мы, опять же, рассматриваем самый позитивный, самый положительный сценарий в происходящем? Я даже уже не знаю, что такое возобладать человечностью в этом регионе, если честно. Но мы видели примеры нормализации отношений Израиля с арабскими странами. Но тут тоже, понимаете, эти страны, они далеко от Израиля. Они не делили с ним ничего. Они не воевали или очень давно, там, воевая как-то опосредованно. У них нет вражды поколения, у них нет друг к другу ничего. Когда ты далеко, мириться и нормализовывать отношения просто. Есть, да, два соседа Египта и Ордания, с которым Израиль воевал, но есть дипломатические отношения. Но, к сожалению, эти дипломатические отношения, ну, это все по верхам. А отношения населения этих стран к Израилю достаточно негативны. Несмотря на то, что израильтяне ездят в Египет и Орданию, это всегда очень достаточно под угрозой. И могут в любой момент быть теракты и нападения. И все непросто. Там нет отношений между людьми и людьми на таком широком уровне, к сожалению. Чтобы человече победило, нужны отношения к годами и поколениями. Люди должны общаться, люди должны жить в мире. И люди должны с обеих сторон конфликта осуждать то, что происходит. Потому что в Израиле я слышу голоса о том, что их немного сейчас во время этой войны, после того, что люди увидели 7 октября. Но они есть. Их достаточно во время других, когда люди говорят о том, что должно быть в Газе соразмерно. Есть митинги, люди выходят на демонстрации за мир. Люди выходят с палестинскими флагами. Их немного. Их было больше, но это все убито, в том числе терактом. Но они есть. Но я практически никогда не слышала с палестинской стороны. Или очень-очень редко. Сочувствие или соболезнование. Это тоже можно, наверное, понять. Потому что палестинцы считают себя более слабой стороной. Израиль сильным. И год оккупации тоже никуда не денешь. Это все правда, это можно объяснимо. Но все-таки для того, чтобы строить мир, нужно, чтобы обе стороны признали то, что происходит ненормально. Если это признают только внутри одной стороны, а другая считает себя в своем праве, то это ни к чему хорошему не приведет, только к новой войне. Мне кажется, сочувствие и соболезнование – это то, чего не хватает для того, чтобы все-таки вспомнить о том, что мы все люди, и от этой географии нам никуда не деться. К сожалению, да. Спасибо вам большое.